Сегодня в Звёздном городке торжественно встретили экипаж в составе космонавтов Юрия Маленченко и астронавтов Тимоти Копра и Тимоти Пика. Они возложили цветы памятнику Юрию Гагарину с подробностями наш корреспондент Елена Шевелёва. Под марш в исполнении военного оркестра Центра подготовки полётов, который находится в Звёздном городке, сейчас идут Тимоти Копра, Тимоти Пика и Юрий Маленченко. Впервые они сейчас встретились спустя два месяца после того, как приземлились в районе Джасказган. Это город в Казахстане. 18 июня, напомню, это произошло. Спускаемая капсула корабля «Союз ТМА-19М» приземлилась. Там посадка была средней жёсткости, как отметили космонавты. Сказали они, что ожидали даже куда больших проблем, потому что известно, что «Союзы» садятся не так уж легко. Следуя традиции, командир «Союза ТМА-19М» Юрий Маленченко и бортинженеры Тимоти Копра и Тимоти Пик возложили цветы к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину, а затем направились в Центр подготовки космонавтов, чтобы детально обсудить результаты полёта. Мы видим, что провожает космонавтов огромная группа людей. Сейчас постараемся обратиться к кому-нибудь и узнать, почему всё-таки они сегодня пришли сюда, пятница, будний день. Ну, как говорится, выделили время. Скажите, пожалуйста, почему сегодня вы здесь, почему пришли на возложение посмотреть, поприсутствовать здесь, поучаствовать? Добрый день. Вы знаете, ну здесь очень замечательный человек Юра Маленченко, мы его давно знаем. И в этой связи, с учётом вот этого всего, что мы о нём знаем, неудобно было бы просто не прийти. А какой он человек? Он замечательный парень, прекрасный профессионал. И вы знаете, ну человек, который... Он один из лучших космонавтов нашей страны. Он достоин того, чтобы народ пришёл и послушал его отчёт о его полёте. Буквально несколько минут назад завершилась пресс-конференция, на которой все члены этого экипажа МКС рассказали о том, каким был этот полёт в космосе. Они провели, я напомню, 186 дней, выполнили свыше 250 экспериментов. Самое интересное, как признался Тимати Пик, был связан с исследованием функционала дыхательных путей, для того, чтобы впоследствии можно было, ну, побороть астму, что называется. Также рассказывали о выходе в открытый космос Юрия Маленченко, который длился около 4,5 часов. Юрий отметил, что, конечно, были и проблемы, но в целом всё прошло по плану. Резонный вопрос журналистов. Стыковка «Союза» ТМА-19М проходила в ручном режиме. Обычно, напомню, проходит в автоматическом. Вот спросили, не побоялись ли всё-таки коллеги Юрия Маленченко, ведь Тимати Пик, он летит всего в первый раз в космос, а его коллега Тимати Копро во второй. Вот не побоялись ли они такой внештатной ситуации? С таким командиром мы были уверены, что ручная стыковка пройдёт успешно. По возвращении на Землю Юрий Маленченко отправился в звёздный городок. Здесь исследования продолжились. Специалисты наблюдали за его здоровьем, чтобы сравнить, как влияет на человека невесомость тем, как он чувствует себя на Земле в условиях гравитации. Похожие эксперименты проводили и западные коллеги. После начался долгожданный реабилитационный отпуск. Наш космонавт Юрий Маленченко провёл его в Греции, на острове Крит. Елена Шевелёва, Наталья Калышева, Life.